интересный в этом плане то есть мне в этом плане он нравится то есть но это не означает что я бы вообще были типа перестал бы и при покупать хотя все может быть учитывая то что но как я уже говорил меня не прикалывает вся эта тема с тем что довольно уже много игр которые выпускают их могут выпустить блять они уже но там но в первый день тебе нужно скачать патч уже первого дня блять который может весить блять как пол игры на сколько нужно столько ему и сколько не нужно нужно нисколько можно допоминать меня работе хотя бы последние часы будут ладно окей постарайся а ты не носишь я не ношу шапку по мне не видно тортик поставить тортик ну это как с файтингами говорил ты покупаешь диск с игрой на старте да как со стритфайтером блять нахуй интернета нет сервисы закрылись допустим давным-давно ты вставляешь ебуч диск у тебя в если на чистым да а у тебя ну там не 8 там их 16 но у тебя 16 персонажей у тебя игра не пропачена я то есть там баланс вот такой который был вот день релиза блять со всеми багами хуягами и тому подобное и практически ноль контента блять там нету аркадного режима там нету режима на выживание блять там нету ни костюмов ни хуя ценность такого диска для меня сразу начинает пропадать потому что по сути я как будто купил какой-то огрызок блять но это вот если конкретно со стритфайтером 5 вот самым самым первым это совсем другое дело если купить на диске чемпионское это издание либо хотя бы аркейд эдишен блять вот и собственно ну если такое будет продолжаться и дальше что игры будут выходить и без патчи не знаю нельзя будет играть типа того но потому что например на нинтендо свече такая практика есть это одну для меня это просто какая-то хуйня то есть там есть игры в коробке да ты покупаешь надеюсь что сейчас распакуешь там будет картридж блять там его нету там просто валяется бумажка с кодом для загрузки игры или например там тот же есть трилогия спайра на свече шо надо тут хочешь а надо отхилить нельзя никакого течения не получится она должна сама сама вот и это самое и в итоге а я он он просто потерялся три чувака перед ней вот и ты покупаешь игру в итоге на картридже у тебя находится первая часть остальные две нужно докачивать причем это эта хуйня была то ли скрашен бандику там то ли со спайра даже на плот на плойке то есть ты покупаешь диск или это на иксбоксе или ну короче вот не только на свече и по факту там ты на диске находится только первая игра стану нужно скачать пизду то есть получается спустя лет десять то есть опять же когда все сервисы на плойке 4 отъедут и тому подобное я не смогу подключаться там к поясы ну и все такое я вставлю диска типа ну у тебя как бы диск с трилогии но ты можешь поиграть только в первую мод игру и все нахуй мне тогда это надо блять и меня уже опасение то что ах ты сука что уже после следующего поколения походу возможно вообще перестанут продавать физические здания но либо продавать знаешь как типа маленькими тиражами для коллекционеров или что-то типа пола были но либо вообще перестанут потому что он xbox one спустя какое-то время выпустили консоль без диска вода тут уже playstation будет продавать две версии консоли которая вторая уже будет без диска вода то есть если все полностью когда-то перейдут на цикл она будет грустно никаких физических копий для них уа очень обидно и уже не раз не первый раз приходит в голову мысль что он может но его нахуй те все игры новую взять и стать каким-нибудь ретро дрочером нет ты сейчас так говорить не поняли делая серия финалки удачно и конечно понятно дело что она я типа утрирую вот ну просто блять обидно как-то блять ну вот я очень люблю всю эту ретро хрень хотя например ничего из старого нету ну если не считать только может пару картриджей для nintendo ds такое слишком молодой ретро я бы сказал ну да да вот ну когда смотришь на старые здания картриджей super nintendo блять это просто но это это такой эстетический кайф но там были типа картонные коробки которые со временем если не ухаживать могут вам превратиться в пиздец но блять они бог здоровы внутри там всякая требуха блять мануалы мануалы блять их на плойке вот на 4 плойки меня по моему нет ни одного мануала ну может там парочку есть случайно это виде такого одной бумажки ну такой маленький буклетик и там кратко просто тебе показывают геймпад и раскладку кнопок а раньше там были многостраничные мануалы причем старые были цветы и всегда это можно было узнать сюжетно потому что старых играх часто в играх его сложно было запихать потом мало памяти все такое вот и там какие-то арты и блять и в общем такая приятная вещь блять потому что у меня допустим те же мануалы с ну есть нескольких игр на 3ds меня первая была игра на 3ds на картриджи это legend of zelda там окари окари на время и у меня там здоровенный мануал виде плаката его просто раз разворачиваешь и там все про геймплей там правда на немецком потому что из германии заказывал что 3ds что игру но блять такой ну как приятная бумага блять он бежит сюда он бежит сюда я не хотел слышу так в общем очень классно блять и вот такие вещи действительно приятно иметь и поставить на полочку там иногда доставать потрогать посмотреть блять там даже если она не идеально новая мы тоже в этом есть своя эстетика хотя бы из-за того что мы типа какая-то история за данным экземпляром у нее кто-то играл по подбежишь ко мне так назад назад и назад и короче приятный ты знаешь что блять как бы вот эти старые игры их всегда выпускали с расчетом на то что там никаких наху патчи не было блять игру всегда старались не прощала до вылизать ее до идеального состояния вот это круто блять а сейчас у тебя просто коробка из дешевого пластика собственно сам дешевый пластику внутри и даже если там есть какая-нибудь бумажка но это мануал вопрос там какой-нибудь предостережение на одной страничке там правило безопасности или типа того типа они обязаны такое вкладывать и в итоге еще и на диске игра может быть не полностью вся может быть она просто мега багованная и тебе необходим патч первого дня ты там калитки открываешь калитки 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 ну типа дверь до полу не открываю же а второе первое просто первое закрыт там просто чувак как его ударил иди в пизду вот короче как то вот так вот вот блять понятно что будет со следующим поколением радует хотя бы то что радует хотя бы что сюжетные игры не потеряли популярность их еще пока выпускают после я думаю что их еще долго будут выпускать наверное просто другой вопрос каким образом то есть спустя много лет я играл игровая вот эта индустрия с консолями перейдет в облако теперь все будет и только в цифре возможно уже и сами консоли не будет их как таковых будут какие-нибудь там аля тв приставки которые просто будут по вай-фаю или по кабелю подключаться к интернету и подтягивать все особо как блять или телеки сразу будут продаваться с каким-то железом внутри просто ты будешь пользоваться sony microsoft ами и нинтендами аля нетфликсом дай боже да книги переходят в цифру блять музыка в цифре игры потихоньку переходят туда в общем все будет в цифре через много-много лет у это один раз такое видео смотрел интересно но правда и не помню когда лет пять назад сейчас пошлись кстати да